Информационное агентство Курск-Сити.ру Более сотни студентов ЮСГУ снова получили возможность по окончании учебы стать не только дипломированными специалистами, но и получить военный билет и звание сержанта Вооруженных сил Российской Федерации. По инициативе ректора вуза в учебном заведении открылся военный учебный центр. Проще говоря, военная кафедра, некогда уже существовавшая в Курском политехе. Когда стал ректором, у меня задача поставила, что военная кафедра должна существовать, но мы знаем, что вышел приказ Министерства обороны о том, что военные кафедры все переменуют в военные учебные центры. И в 2019 году был открыт военный учебный центр в стенах Юго-Западного государства университета. Было выделено три взвода. Два взвода командирового отделения Суапутки и один взвод военной разведки. Торжественную церемонию открытия центра посетил губернатор региона Роман Старовойт. Я хочу вас поздравить с тем, что, по сути, возвращается военная кафедра уже в виде военного учебного центра в один из сильнейших вузов центрального Черноземья, да не побоюсь этого слова, страны. И для нас, конечно, это знак. И я хочу поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за принятое решение. Сергея Геннадьевича поблагодарить и поздравить с тем, что вы много сил, энергии приложили для того, чтобы этот центр открылся. И, наконец, мы сегодня присутствуем на этом событии. Военный учебный центр оснащен всем необходимым для подготовки кадрового резерва младшего командирского состава армии. Целое крыло пятого этажа – это настоящая армейская учебка. Здесь тебе и макеты вооружения, и лазерный тир, стрельбу в котором лично опробовал глава Курской области, и военные в качестве преподавателей. По окончании двух лет обучения мы убываем на полигон, где проходим месяц подготовки, производим стрельбы, принимаем присягу, и там же в торжественной обстановке вручены будут им военные билеты о том, что они служили срочную службу. То бишь по окончании военного учебного центра, успешного окончания, служить данным курсантам уже не нужно. Они будут просто продолжать обучение в университете. Однако, чтобы получить военный билет, так же, как и в случае с дипломом, студентам предстоит пройти ряд квалификационных испытаний. Особые требования к физической подготовке. Из трех сотен желающих на кафедру поступили лишь треть.